Всем привет, дамы и господа, с вами White Gold SPB, Юрий Хованский, Андрей Стрегуль, веселимся, развлекаемся. Юра, ты так и не объяснил мне перед выпуском, почему наш выпуск называется «Как выходим из штопора», да? Братан, я уже превьюшку попросил из штопора, поэтому так называется. С чем твоя проблема? Кто вообще смотрит White Gold SPB по названию? Хотя, нет, чувак, вру, на название White Gold SPB против Ванамаса, это самый популярный, по-моему, ролик на моем лайв-канале, там 1300 с чем-то, или... Вот, чувак, вот имя Ванамаса, может быть, что-то изменило, но я уже боюсь упоминать, ибо, знаешь, это может потерять свою магию. Если, ну, убейте его, убейте его, ёб вашу мать! Это он мертв, успокойся. Ай, сука! Нет, господи. Всё, мы двоих... Как здорово, а кто Ферсблат сделал? Я, походу. Или разделено между нами. Ну, мы, короче, поделили Ферсблат, походу. Пизда-то, ботинок себе уже нафармил, считай. Ну вот, здорово, здорово! Здорово! Тупые бандятины. Так вот, блядь, кто вообще? Ну вот, Ванамас это... Упоминание Ванамаса может растерять свою магию. Вот, видишь, я выпустил летсплей по геймдеф Тикуну, назвался там Ванамасом, ничего такого не подразумевая. Бах! Супер популярный! Серьёзно? Да, так, чувак, в том-то и дело, я сам не ожидал. Я думал, одной из серий всё ограничится, а мне, типа, дальше, дальше снимай. Я и снял. Ну, в итоге, ты обанкротился. Ванамас, мазефака, геймстич. Чувак, я хочу тебе пожаловаться насчёт этой игры. Это просто возмутительно. Я прошёл её до конца, и там в конце можно сделать клёвое ММО. Короче, я делаю ММО, у неё оценка, там, 9,75 из 10. Она работает 6 месяцев, а потом она делает меня банкротом. Чё это за залупа такая? Ну, типа, вот такая хуйня, братан. Это всё, блядь, на самом деле, вы неправильно к этому подходите. Мне даже вот чувак из в курсе, Петренчук такой толстый и весёлый чувак, писал, что после этого моих летсплеев сел проходить. И, кстати, он прошёл, но это ведь всё нечестно. Все эти прохождения, все эти гайды, которые учат, как нужно делать, что ты должен, ну, не будем озвучивать. Юр, я без прохождения прошёл. В смысле? Я без прохождения всё прошёл. Ну, хорошо, ты, может быть, читал гайд какой-то, типа, о принципе. Не читал я ничего, чувак. И ты прошёл. Ну да, с четвёртой попытки, правда, не прошёл. Потому что существуют такие гайды, где написано, как нужно делать игры для того, чтобы... Ну, я всё равно считаю, что это пидорство, вот именно по какому-то принципу. Я считаю, что играя в эту игру, нужно делать игры от своей интуиции, от души. Нет, чувак, интуиция тут тоже ни при чём. Есть логика. Ну, то есть, определённые жанры, они требуют определённых, как бы, ресурсозатрат в определённой области. Это не то, чтобы что-то, типа, лотереи. Ты не угадываешь. То есть, ты говоришь о том, что не нужно включать всё подряд, а нужно... Думать, естественно. Но это же всё-таки, ну, типа, было бы странно, если бы это был рандом просто. И ты, типа, создаёшь игру, ай, типа, вот графика, повезёт графика, типа, будет клёвая в игре. Типа, ай, не повезёт, не будет клёвой графики. Нет, ты должен думать. Типа, не так и сложно догадаться, что, например, в РПГ там надо, чтобы были прогащены диалоги и квесты. Ну, в общем, это игра для потных, как ты к этому подводишь. То есть, не для меня. Это сразу ясно. То есть, включать логику, это означает быть потным? Чувак, это же компьютерная игра. При чём тут логика? Нужно веселиться. Это и весь смысл в компьютерных играх должна быть логика. Мне, кстати, на меня недавно набросилась тёлка моего друга, когда я сказал, что я в доте, типа, играю, чтобы мне было весело. Она хотела задушить меня с криками. Сука, это из-за тебя всё так плохо. И ты, ты, ёбаный рак, не играешь с нормальными людьми или... Ну вот, ну вот, друзья, Путч дисконнектнулся. Обрати внимание, именно Путч. Вот сколько раз я говорил про Путч, постоянно. Это у них или у нас? У нас. Наш Путч дисконнектнулся. А-а-а-а, Андрей, всё, что там... Одни дегенераты, вот куча. Всё, короче, мы потеряли возможность прославиться своим мастерством игры в доту. Давай теперь прославимся своим разговорным жанром. Как тебе тот трейлер шоу или как-то нового фильма Москва-Север, как там было, блядь? Москва-Россия-Север, Север-Россия-Москва, блядь, не помню, что это такое. Это то, что Светлаков сделал, я так понимаю. Да. То, что сделал Светлаков. Именно такое определение у этого продукта и должно. Не фильм, не... То, что сделал Светлаков. Я, кстати, думаю, что в гости для этого нужно отдельный реестр вынести. То, что сделал Светлаков. То, за что заплатили Галустяну. Может, ищи кинотеатр специально для них построен. Михаил Задорнов и его галлюцинации. Кстати, насчёт Задорнова. Они ещё надеются, что Путч... Подожди, братан, нужно вести переговоры. Ёпта! Так, я начинаю, это мой клич. Ёпта! Он у вас... Нэк... Или вы... Время тянете. Ёл! Так, я вообще... Так он же из нашей команды, Ёрт. Бля, да ладно! Да! Бля, чувак, ну и кал! Бля, ну и кал, ну ладно! Ну видишь, пишет, заходит! Так вот, насчёт Задорнова. Ты слышал, что он сказал про Украину? Ну да-да-да, евро-хохлывы. Вот уж у кого... Я не удивляюсь, Андрей, почему ты не написал никаких постов на эту тему? Нет, я... Это всё тебя должно было бомбануть. У меня абсолютно не бомбит, я просто хотел отметить, как смешно на это отреагировал Вова Золотой своим пабликом. И, типа, вообще он такой, типа, да-да-да, так этих хохлов! Блин. Так их, ё-моё, хохлами их! Владимир Золотой один из самых странных людей, которых я... Я просто смотрю на это и... Нет, он хороший человек, но, господи, что у него в башке творится? Один только бог знает, в которого только один Владимир Золотой верит. Ты слышишь, он, типа, правильно, Задорнов, так их... Хе-хе-хе-хе! Этих евро-хохлов, всех евро-майданов! Как будто мы здесь сидим и действительно бомбим все от того, что сказал Задорнов, господи. Ну, слушай, при том, при всём, кто-то у вас забомбил какой-то знатный видимо представить. У вас вообще Игорь Линк. Хе-хе-хе-хе! Ох, чувак, если бы Игорь Линк занимал какую-то... Слушай, у меня 60... А, не-не-не, вот я теперь смотрел на твой счётчик FPS, и он почему-то у меня всё время 60, а должен ведь изменяться, по идее. Может, это означает, что пандикам у меня завис? Не-не-не, ты просто не отключил, там в настройках есть. Он ограничивает просто 60 кадрами, чтобы файл больше места не занимал. Потому что если, если, типа, секунды будет больше, чем 60 кадров, то будет больше места занимать. Здорово. Да. То есть у меня такой мощный компач, что даже вот ниже этого, блядь, не опускается. Вот насколько всё круто. Нет, там, по идее, должно было быть выше. То есть, короче, типа, ну там вообще у доты на твоём кампике на 85, может, даже на 90 FPS может всё работать. Так а мне нужно было самому, наверное, это выставить, нет? А какой смысл? А какой смысл, Андрей, вот объясни мне, в 80 FPS против 60 FPS. Я... Никакого, Юра, я не знаю, почему ты завёл этот разговор. Мне и так нравится 24 кадра в секунду, меня вполне устраивает. Я не хочу смотреть быстрее. Не воспринимает же человеческий глаз эту информацию. Зачем мне 85 FPS? 60 и отлично. Нет? Так нет, чувак, я не спорю с тобой. Я полностью согласен, просто ты спросил, я тебе ответил. Бандит. Жид с бородой... А, жук с бородой, господи. Бандит с бородой. Троцкий, что ли? Давай виномансера заберём. Чувак, тут, ну окей, я побегу к тебе, но... Ну всё, не заберём. Зараси. Ну что же вы. Как ты, Андрей, Новый год-то правил? Мы же выходим из штопора. Примюшка. Есть. Да, точно, точно. Оливье ел и смотрел Галкина. Вечернего гонья. Серьёзно. Уморительнейшее занятие, Юр. А ты как? Может быть, ты расскажешь нам, в чём же был смысл твоей таинственной мистерии относительно восьми блюд из майонеза? Ну чувак, ну по-моему, блин, очевидно. Русские любят майонез. Я отдал русским сучкам то, что они хотят. Ох, эти евро-хохлы, друзья. Ох уж. Что они там? Они отражаются всеми евро-ценностями. Да, 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 да. В виде флага Евросоюза. Скажем, нет гомосексуальным бракам. Но что-то не вижу я альтернативной туалетной бумаги с символикой таможенного союза. Где тот прогрессивный европеец-украинец, который подотрётся с символикой таможенного союза? Кто выкинет картошку в окно? Вместе с матрёшкой, Машкой и балалайкой. Да уж, чувак. Где экшен-то весь? Где замесы? Блядь. Идём наверх. Идём, идём наверх. Да, да, конечно, иду. Надо было телепортироваться, не залипать где тут экшен нахуй. Отжигают, чуваки. У меня 0,3. Я просто думаю, что наше с тобой можно выдавать за такое альтернативное шоу, где два чувака играют в доту три года и вообще не учатся. И типа, вот, смотрите, никакого подвоха нет. Они играют, постоянно записывают новые видео. И абсолютно... Типа, да, это... Они ещё и для себя играют, не только для записи. Вы не подумайте, что это показуха какая-то и мне интересно. Им очень интересно, им очень интересно, но они всё равно сосут. Почему? Потому что они сосут. Ну просто прикинь, такая хуйня. Пройдёт ещё два года, ну ты прикинь, чуваки, пять лет играют в одну и ту же игру и вообще не учатся. Классика. Блядь, ёбаный Джакира, ну ёб-то помогите мне, то есть Юрнера, ну блядь. На втором или третьем году к ним присоединяется Игорь Линк и всё становится ещё хуже. Типа, весь прогресс, который достигнут долгим отточенными вечерами в Хоне с Андреем и Денисом Фанвизиным, всё загублено появлением нового элемента, который мы не предусмотрели. Па-па-па-па-па, Игорь Линк. Ты знаешь, как будто больной, который вроде получил ремиссию, как Волтер Вайт. Да-да-да, и вдруг внезапно рак ударил с новой силой, и мы стали раками. А теперь мы демонстрируем свою болезнь на публику. Но мы типа, нет, мы с тобой, Андрей, борющиеся. Мы типа показываем, что рак не сломил нас, мы живём полной жизнью. За что меня недавно задушить хотели, напомню. Каждый сам за себя! Нет! Помоги, Андрей! Чё-то мы оба сдохнем. Ничему. Каждый сам за себя! Нет, Андрей, на помощь. Отменяю, мой прошлый приказ отменяется. Теперь все друг за друга. Теперь... Ну что... Знаешь, кого я действительно хотел бы сыграть из мультипуляционных персонажей, если бы когда-то было? Зеппа Брайнигана. Я думаю, что круче Макдак, а? Нет, чувак, вот это классный сукин сын. Я такой ещё, знаешь, толстый, как я, и самоуверенный, и самонадеянный, и адетт глупый какие-то, как... Настоящий я в доте, я в доте как Зепп Брайниган, реально, типа... Гоу наверх. А ты мой киф, видимо, я так плохо... Хе-хе-хе-хе-хе. Смотри, я могу, короче, оп! Давай. Делай оп. Оп. Ну? Готов. О, здорово, за нас Легион Командера, значит, мы выиграли. Я считаю, что это просто имбаланснутая хуйня. Да, чувак, я тебе говорил об этом ещё давным-давно, и ты... Ну, я поиграл, я поиграл, и я убедился в этом. Не знаю, зачем. Так, прикинь, а в оригинальной доте, вроде говорят, он ещё и, короче, когда ульту свою вот тут врубал, его никто не мог бить вообще. Кроме чувака, которому он дуэль объявил. Прикинь, какая имба. Да уж. Так, ещё мне рекомендует Vanguard, ну ладно. Это не мой билд спектры, конечно. Я когда-нибудь напишу свой авторский. Это всё хуйня, друзья. То, что я ещё скачаю, это еботяйка. Я просто включил, и мне лень переключать, потому что я уже начал собираться не так, как... Не по авторской методике Хованского. Уже по таймингу не рассчитал. Вот ведь говно собачье. Меня убили. Ну, пидорасы! Там Легион Командер. Да, выиграл. Победитель. Каждая победа Легион Командера мне прям доставляет, знаешь, типа... Винер. Стали чуточку, да. Я пытаюсь спасти тебя, но... Нет, мне... Я на базе. Но как-то странно я это делаю. Я на базе. Почему я рак? Почему, Андрей? Почему я рак? Почему? Почему? Почему я рак? Почему я рак? Играть я был бы рад, но я рак. Но я рак. Да почему я вообще... Ты сейчас это напил, чтобы замиксовали? Надо было в уголок купить себе свиток. Уйти спокойно. Почему я побежал-то? Я вообще не понимаю, как, блядь, я делаю такие непродуманные решения. Я как механизм для ракования. Идеальный рак. Ёбаная, блядь, говно. Нет потайной лавки. Ну, естественно. Тебе ещё и потайную лавку подавай. Сейчас, короче, давайте мы будем спасать эту хуйню, нет? Такой. Вашний, что ли? Да. Нет, конечно. Так, он десятого, я восьмого могу ли его убить? Не думаю, ну окей. Вот так вот. Ты по кому заходишь, Юр? Не знаю, пойду за кольцом регенеральный. Блин, пока я... Я хаотичный. Пока я искал цель, на которую ты прыгнул, меня сейчас убьют. Я хаотичный, Андрей. Я не знаю. Всё, я труп. Просто чарующее ракование. Чарующее ракование. Это наш стиль. Я просто смотрел, как тебя убивали. Блядь, я не... Да что такое? Ну почему так плохо-то всё? Всё. Вы же ппф побольше поставили. Спокуха. Братаны. Сейчас вырулим. За нас Легион Командер, мы не можем проиграть. Это шимба, ёбаная. Или можем её. Знаешь, типа, передача в стиле Дискавери. Смогут ли два рака, типа, достаточно найти здесь команду, чтобы проиграть в Регион Командер? 06, чувак. Давай, 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 давай. У меня 06. Мне надо чё-то сделать. Это я к себе. Это я к себе обращаюсь. У меня 1-5. Ты предлагаешь мне догнать тебя? Андрей, походу, мы и проблема наших команд. Да, я и говорю. Смогут ли два от пятых рака достаточно нафидить, чтобы Легион Командер слился в конце? Помогите! Отстаньте от меня! Мама! Мама, 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 мама! Помогите! Да хватит, да отстаньте! Ну, ёбаные пидорасы! Вот ведь говноеды! Пидорасы, говноеды, ничего не могу сказать! Ебут, Андрей! Зачем ты, Юр, туда залез? Не знаю. Я не знаю, я ничего не понимаю. Почему так плохо? Ебут, вроде... Вот, сейчас перемещусь. Не больно, этот суп это хотел сказать. Ну... Говноеда, вещдоктора, вещдоктора, пидрилу! Меня убили уже. Ну давай, ты... Готов, вещдоктор. Ура! Ай-эй, нет, ебут! Куда же вы ушли, друзья? Спектра, которую ебут. Спектра, которую ебут! Ну, это я про похожие на сон-любовь, ты понял, да? Да-да-да. Почти одно и то же, Юр. Ну что ж, ну что, давай, влетай, говнюк. Нет, у них глаз, у них глаз! Ебаный пудж, тених! Пиздорукий кривосос! Сука! Да что ж происходит? Где пудж? Я пытаюсь его, чувак, но он просто неуязвим. Давай-давай-давай, Юр. Нихуя! Меня соседи сверлить начали. Это чтоб тебе неповадно было, брат. А вот ты у нас татарёшь посреди ночи, нахуй, но ты, блять, что-то тебе, блять, сверла не хочешь? Ай-яй-яй, откуда их так много-то? Ты слышишь это? Врачё, похожее на сон! У тебя 1,7, у меня 0,7, чувак. Да. Как? Как я сделал этот килл? Слушай, по-моему, проблема в том, что нам, очевидно, нужно зарегать новые аккаунты в стиме, блять, чувак. Ты думаешь? Это, блять, по-моему... Мы... Знаешь, мы долго учимся. Нам нужно остаться с тобой на второй год, Андрей. Мне кажется... То есть ты предлагаешь... Вот заново... Нет, серьёзно, мне кажется, это поможет нам. Вот именно заново начать, и мы должны вместе, как бы, постигать азы дота, обыгрывая сначала самых таких, знаешь... Раков, а потом всё... То есть ты предлагаешь нам последовать примеру Игоря Линка? Ну, теперь уже, наверное, да, чувак. Ну, очевидно, что мы не умеем играть. Ты предлагаешь признать, что рак прогрессирует. Да, чувак, нахуй. Рак не просто прогрессирует, рак уже перешёл, и метастазы повсюду в нашем организме, чувак. Фуриона надо убить. Нет, хотя бы веника. Телепортируйтесь, чувак. Хотя бы вич-доктора. Хоть кого-нибудь. Чувак, я застрял. Я застрял в деревьях! Я застрял в деревьях, Андрей! Чувак, ты сумасшедший. Я застрял в деревьях. Я шёл и шёл по своей призрачной тропе, и тут блядские деревья, Андрей. Блядские деревья. Бидор, с своим ультом отъебись, сука, тварь! Хе, дрель! Сколько дамага у Легиона Коммандора? 54, нахуй. Да, это не так много. Да. Но она что-то собирает. Вас убил Компотик, брат. Да, у меня тоже, короче, меня тоже Компотик убил. У Компотика 14,2, у нас 1,8 и 0,8. То есть нас с тобой ебёт Компотик. Да, братан. Весь смысл в том, чтобы не податься с Компотиком. Ты просто послушай на это. Типа, молоток добавили. Да-да-да-да-да, летим за ним, летим, не дайте ему уйти. Не дайте петушку уйти, не дайте, не дайте! А-а-а-а-а! Другого петушка! Чикернаута давай. Какого джиггернаута? Вич доктор же, блядь. Какого вич доктор джиггернаута? 1344 я получил за джиггернаута. Давай, Верет, слави его. Давайте, да, да, да. Ебать, он жирный! Да, меня убил сзади. Да, мы его и пытались, но... Он слишком жирный еще. Обидно. То есть, ты думаешь, что мы уже проебали? Ну, не знаю. Может, еще и легион-коммандер вытащит. Но я говорю, тут интрига постоянно. Сможем ли мы с тобой нафидить настолько, чтобы... А когда наши победят, мы будем, знаешь, искренне радоваться, будто это мы помогли. Да, да, да. Ну, посмотри на счет. Никто не отнимет у нас с тобой радость, Андрей. Посмотри, у всех 5-6, 4-4, 5-3, у нас 2-9, 0-8. Ну, мы как специально, как будто просто играем против своих команд. Давай напишем, что мы аккаунты взяли у старших братьев, на самом деле. Нам, типа, по 12, мы чисто, блядь, поиграть зашли, но мы стараемся. А, типа, вообще это, типа, не наши аккаунты, а наши. Не надо репорты катать, в общем, вот что я хочу сказать. Мне звонит в прямом эфире Черников. Здравствуйте, Никит, вы только что попали в эфир в White Gold SPB. От сердца к солнцу тебе привет, Андрей. В чем твоя проблема, Никита, что ты звонишь? Давай, хорошо, давай. Ох уж, это Никита Черников со своими шутками про Зигу. Что он? От сердца к солнцу тебе привет передал. Полагаю, что это и означает Зиг Хайл, нет? Только ради этого и позвонил? Ну, видимо, да, но вообще он еще сказал, что скоро намеревается заглянуть ко мне в гости. Как я убил Фуриона, чувак, я не бесполезен. Я не бесполезен. Блядский веномансер, отъебись, нет, он увидел меня, он увидел меня, он увидел меня, он увидел меня, он увидел меня. Да, юр, ты рак. Он теперь плюется в меня ядом, он плюется в меня ядом, он плюется в меня ядом, он плюется в меня ядом. Отстань, отстань, отстань от меня. Отстань, проклятый виновон! Он прикончил тебя? Да, я стонал и плакал, как побитая шлюшка. А я лучше буду пока еще. Нет, мы... А, вот она. Помнишь, что пиво, Андрей, о котором я говорил перед тем, как мы начали записывать? Да, кстати, а что за книжка о том, что там, значит, про пивную диету я видел тебя? Да, она лежит у меня на столе, и я не могу до нее добраться, потому что мне сейчас нужно прочитать одну книгу, которую мне дала телка моего друга, и ей нужно ее вернуть как можно скорее, поэтому... Я, к сожалению, не могу приступить к пивной диете. Понятно. Ой, я прозевал свой ульт, чувак. Я просто хотел узнать... Я прозевал свой ульт, я никуда... Я так долго выбирал, куда телепортироваться, что я никуда не телепортировался. Да, ты... Типичный холландский! Ты уже не первый раз так делаешь. Я не хотел первый раз... А ты только и считаешь чужие фейлы, за собой лучше следи. Не хотел тебе говорить первый раз. Ну, в общем, да, я... Из-за того такая проблема. В телепортации? Да. Да ты все только гонишь. Вам бы хохлам лежит. Евро-хохлы! Правильно про вас, Михаил Николаевич, сказал! Че вы такое? Конфеты у вас невкусные? Или че он там... Не помнишь че? Да, конфеты невкусные, пенки, пенки, брезья, короче, херово. Вообще. Че ты че-то доивался. Да, вы сначала конфеты научитесь делать, ясно? А потом просите свободы, блядь. Конфеты я вообще, блядь, кушал, полная хуйня есть, невозможная. Мне просто интересно. Может быть, Задорно собирается выпустить рейтинг конфет? Ну да, там, знаешь, на первом месте, конечно же, склонно русские, типа, мишки на севере, блядь. Да-да-да. Да, и на последнем месте Сникерса и Марса, потому что... Нет-нет-нет, на последнем месте Рошен. Ну, нет, чувак. Ну, хоккарские конфеты, самые невкусные. Че ты? Блядь, говно, заебал своей хуйней кидаться. Она уже даже не дамажит толком меня, но раздражает. Давай, чувак. Давайте! Давай-давай-давай, я его подкинул. Да, я его, оп. Блядь, чувак, я... Ай, пиздец, все, засада. Засада, братан, лучше, блядь, давай, фуру. И вот сейчас прикончит Легион Командер, мы хоть нафидим Легион Комастера. Легион Комастеру надо было бить. Все. Отлично. Да. Ну, я сдох от яда. Ну, почти, мы достойно держались. Три к одному, чувак. Только нам башню несут на боте, ну, может, сейчас... Три к трем. И нам башню несут на боте. Ну, он что, может, ступится за башню-то? Это бы х, чувак. Он другого выбрал. Блин. Ну, бей же его, ёбаный блат... Блядь! Блядь, друзья, вы только что видели самую, блядь, большую тупизну, который наблюдался, блядь, за последние 15 минут. Что это такое? Усопелся. Еще бы он не усопел. Посмотри, наш... наш БХ промахивается по кнопкам. Вот, насколько у него огромные клетки. Блядь, чувак, у него аегис. Блядь, чувак, и тут фура, ну, помогайте. Так как я тебе помогу? Поддержи меня словами одобрения! Я не знаю! Что-нибудь такое, братан! Надо, можешь утешить меня! Пошли, 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 пошли. Я его подкидывал. Нет, не подкидывал. Ай! Готов! Фура, фура на крючке! Ну, ёбаный в рот! Вы где? Когда вы так нужны? Да здесь, я здесь. Не ори. Я сейчас его... Я сейчас его плюну! Плюй. Готов! Готов! Ебь-ебите! Ай-яй-яй-яй-яй! Вичдоктор! Всё, пиздец. Ульта. Мы так и не поговорили про постновогодний запой, из-за которого так долго не выходили в выпуске White Gold SPB. Ну, запой, видимо, у тебя был. А ты чем занимался всё это время, Андрей? Да ничем особо. Я был готов записывать, Юра. Да, то есть, во всём... Ну, ты чё не подтянул-то его? Тупая ослина, блядь! Блядь, говно плюётся. Нет, отъебись! Отъебись! Отъебись от меня! Тупая манда, сука! Ненавижу твари, бляди! Пронесли бараки, сука! Всё не так! Не так хотел я играть! Смогут ли они преодолеть свою болезнь? Ну, будь! Ну, кинь ты хок хоть когда-нибудь! Куда-нибудь! Он же наносит дамаг замечательное! Ну, а теперь... Или умрут от рэка. Давай, форст... А, нет, у него кулдаун на форстэп. Всё. Во-джон! Легион-командер, лети! Тем временем, счёт Хованского 1-11. Счёт Сегуля 3-11. Мы продолжаем умирать с одинаковой интенсивностью вместе с Андреем. Мы сривдуемся. Я решил фармиться на фуре. Фармиться? Да. Прилетят ещё сейчас два героя и выебут тебя. Пусть попробует. Ну, вот смотри. Я убил курёна и мастерски ушёл, чувак. Что смотри-то? Ну, ладно. Окей. Кто король? Смотри, он идёт за мной и сейчас... Оп-оп-оп-оп, давай! Ну, давай. Ну, чувак, ну как же не вовремя! А что не вовремя-то? Да спиздил ты эту хуйню ненужную! А что мне надо было пиздить? Смотри. Вертушку, например. Ну, блядь, ну окей, хорошо. Ладно. Да нормально всё сейчас было. Стильнул и стильнул, окей. Я уже был готов забрать его. Бля, надо было с Витком перемещаться. Сейчас его всё равно... А, нет, продам вот эту штуку. Ты сейчас, типа, хочешь показать, как надо играть? Нет, чувак, я показываю, как не надо играть. Это мой профиль. Здесь мне равных нет. В интернете, в России. Как не играть в доту, я... Практически король. Кстати, у нас пронесли на боте бараки. Да, меня сейчас в гирнал... Не заберёт. А вот фура может. Через 18 секунд будет телепорт. Я пока низ расчищаю. Я мёртв. То есть... Некуда телепортироваться больше. Некуда бежать. Нет, я просто говорю тебе, что я мёртв. Ну и что... Какие ещё были постновогодние такие события, которых стоило... Ты видел это видео, там, где какой-то мусульманин танцует на... Крыше церкви, что ли? Так это в Рождество было, или это... Да-да-да-да-да. Перезалив старого какого-то видео. Я не понял, в Рождество это было или нет, но... Что ты хочешь по этому поводу сказать? Ну, чувак, блядь. Нужно обязательно посадить его на два года, как и посерает, я полагаю, или что? Какая позиция должна быть у представителя российского государства относительно таких выходок? Мы сажаем, вроде как, таких людей, нет? Мы же только так умеем разбираться с проблемой. Нет, но я думал, может, мало ли. Знаешь, как Тесак, типа, надо убить его, убить всю его семью. Расчленить его. А, ну да. Самые ярые представители государства российского Тесак. Расчленить его. Чтоб не позорил Русь, матушка. Наши праздники. Что он поет на нашем храмушке? Пускай у своей мечети нам пронесут бот сейчас. Чувак, ты очень далеко зашел. Я туда, блядь, не... Ну, давай, чувак. Ну, у меня нет маны даже. Я не могу кинжал кинуть. Ну, у нас сейчас, короче, порешают. Парт, сливайте его, Юра. Юра? Что, Юра? Помогайте! По-моему, Юра теперь стал синонимом врага. Смотри, у меня 100, чтоб назвать. Не, у Юры, типа, у Юрнера, наверное. А, Юры. А, наверное. Юра, Юра. Сливайте раки! У, а, ну, варды, ну, раки, варды. Раки, варды, раки, руки, варды, раки, варды, руки, варды, руки, раки, варды. Федя написал, что тоже может. Что? Доту? В цивилизацию. А, ну, замечательно, вот мы и нашли. Да, друзья, мы перестали выкладывать вечера в цивки, потому что никто их не любит. Непонятно почему. В цивку мы продолжили играть. Да, в цивку мы играть так и не перестали. Давайте! Суки, твари, мрази, бляди! А когда я умер? Три в одного разменялись. Замечательно, но барак все равно проебали. Спокойно, 49 секунд. Вы его продамажьте, главное, я его догоню. Юра, у нас двух линий нет. Спокойно, главное! Только спокойствие! Пиздец, только не Легион Коммандер! Нет, Легион Коммандер смертоносит. Да, 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 замечательно. Сейчас, 23 секунды, и я... Нет, хотя, наверное, уже надо бот отбивать. Уже, наверное, нужно бот отбивать. Или, может быть, я кого-нибудь поймаю в лесу, где он фармит? А, как ты думаешь, Андрей? Скорее даже, если ты к нему тпшнешься, он тебя выебет. Чё ты так плохо обо мне думаешь? Объясни, что я не смогу какого-нибудь пидораса в лесу отыметь? У него 24.3, у тебя 3.12. Он самый сильный... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Откуда же он? Я тебя не предупреждал, что ли? Ну, я думал, у него его нет по какой-то причине. Ну, как? Тем не менее, у меня 3.13, а у тебя 4.13, Андрей. Я начинаю тебя нагонять потихоньку. Нагонять. Несправедливость. Смотри, Легион Командор в инвизе сейчас вызовет фуру и пизда ему. Сколько у неё уже? 146 дамага накоплено, братан. У нас есть шанс. И смотри, у неё... Но мы с тобой всё равно продолжаем тянуть команду вниз. Да, но мы можем как бы окупиться на 25 уровнях, где мы будем достаточно жирные для того, чтобы стоять и... ...сдерживать на себе огонь противника. Думаю. Полагаю, именно этим я бы и занимался на реальной войне. Жирный такой чувак, который... ...сдерживает атаки противника. То есть ты хочешь сказать, что ты был бы живым щитом? Классным живым щитом, Андрей. Толстым, весёлым. Толстым, весёлым живым щитом. А таких живых щитах слагали бы легенды. Раки-раки-руки-раки-раки-раки-раки-раки-раки-раки-раки. Чувак, ну я через 12 секунд смогу прыгнуть. Ну и как хочешь. Ну, я только за... Хотя нет, я, наверное, на боте помогу. Да, ну у меня, конечно, баунти-хантер забрал всё. Но это не страшно, он ведь кэрри, да? Угу. Говно кусок. Всё, мид нам принесли. Так как вот мид вы принесли? Нам мид принесли. А. Полностью. Конечно, легион-коммандер выигрывает, но... А я буду отбивать бот. На миде, я полагаю, вы и так... А, нет, вы не справились, надо было идти на бот. Всё, это... Телепорт куплю. Всё, Юр, у нас в трёх лайм нету. Мега-крипа типа. Да ладно, этого не бывает. Бывает, я пытаюсь задержать шикер наут, но у меня не получится ничего. Оу. Фура. Бля, чуваки, ну просто кал. У него ещё и, блядь, 0-100, да ладно нахуй! Ну, блядь, ну откуда у него? Ну, блядь! Ну что же, кто же собирает на Джаггера-то, блядь? Линкенсверу, то есть. Ну, блядь. Смотри, чувак, его просто не убить. Ну, так под тотемом. Никто не пьёт тотем. Ни ты, ни Пудж. Да. Да, похоже, Андрей, этот White Gold SPB присоединяется к большинству White Gold SPB, то есть мы можем называть этот выпуск. Только подумай, в нашей команде Легион Коммандер... Мы открываем, мы открываем новый сезон в классическом стиле White Gold SPB. Легион Коммандер в нашей команде и мы проиграли. Классический стиль. Ну, может, он ещё сумеет что-то показать? Легион Коммандер, у которого... У неё 13-6, она обмогла сейчас... 164 атаки наворованы в дуэлях. Вот этот Легион Коммандер, и мы с ним проигрываем. Как оказалось, 164 атаки не могут перевесить меня и Андрея в команде. Да, такого рокования до-то ещё не видела. Пиздец, чуваки, пиздец, пиздец, да чё? Ай-яй, они используют это, чтобы отвлечь нас! Нет, я включу! Я не включил! Я не включил защиту! Я как тот чувак в Хоббите, который только чешуйку отбил и не смог убить! Я не включил защиту! Мы могли им показать! Я виновен во всём! С вами были Юрий Хованский, Андрей Стригуль, White Gold SPB. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите видеть большее количество видео. И ебать, как я быстро закончил всё это, да, Андрей? Да, до новых встреч!